Именно с вашего молчаливого согласия вас каждый день умышленно вытравливают со своей земли. И здесь построят химзаводы. И сюда будут свозить мусор со всего Крыма, чтобы сжигать его. Друзья, всем привет! Я возвращаюсь к вам с новостями по поводу строительства химических заводов на Даманском полуострове, на берегу Черного моря. Есть новости как хорошие, так и плохие. С моего последнего сюжета прошел целый месяц. Целый месяц для такой борьбы, как наша, это очень много. 9 ноября на территории, прилегающей к Черному морю, именно в том месте, где планируется строительство химических заводов, было замечено, что начали незаконно забивать сваи. Можете представить мою реакцию, у меня даже слезы покатились, потому что я подумала, что это все, мы проиграли. Нас начали полномерно выживать с этих земель. Это было просто шоком, но по-другому никак не сказать. На сегодняшний день единственная организация, которая ответила не отпиской, а реальными действиями, стал Совет при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека. Они пригласили чистую Тамань 11 ноября поучаствовать в выездном заседании. На нем было озвучено, что в администрацию края за дни только ноябрьские праздники поступило более 600 обращений по поводу строительства химических заводов. На заседании были многочисленные провокации со стороны АТЭКа в адрес Чистой Тамани, кои были сразу пресечены Зайцевым Андреем Алексеевичем. К слову, это мой преподаватель из вуза, но помимо того, что он работает в администрации, я была очень рада увидеть, что хотя бы кто-то из администрации услышал нашу проблему. На заседании интересы Тамани защищал эколог Игорь Шкрадюк. Это человек, который сегодня является руководителем экспертизы по химзаводам из Центра дикой природы. Игорь в своем докладе рассказал, что тот проект, что сегодня представила АТЭКа, имеет крайне недостоверный характер. Эксперт утверждает, что грязевые вулканы, которых в этом районе 27, лишь подтверждает, что здесь зона тектонической активности. Проведенные Центром исследования показали, что в настоящее время регион находится в стадии сейсмического затишья. Возможно, что скоро его ожидает сильное землетрясение в 7-9 баллов, которое приведет к сильным разрушениям зданий и сооружения комплекса заводов. И те параметры, которые сегодня заявлены в проекте заводов, запрещены российским законодательством. Речь идет про тот же забор воды из моря для охлаждения и выпуск уже теплой воды обратно в море. Или про то, что в проекте прописаны данные о выбросах и сбросах на основе некого аналога. То есть те 10 миллионов тонн в год выбросов аммиака, карбамида, метанола. Это лишь примерные цифры. А на деле нас будут травить гораздо больше. Также эксперт упомянул свидетельства жителей фермы, которая ближе всего находится сегодня к порту Тамани и намечаемым химзаводом. Жители неоднократно говорили, что они просто делают вид, что нас не существует. У нас вот запустили угольный терминал и скоро тоже или даже уже началась перевал Кассер. Что вы тут можете рассказать? А ничего доброго. Что вас устраивает? Дихать ничем. Что значит ничем? Ну, воняет нефть, уголь. Бывает таке, что двери открываешь и двери черные от угля, вот как вітер дуне в нашу сторону. То есть их заметают уголи и пыли, да? Бывает таке, что двери, окна открыть не можно, потому что оно все рядом тут. Хоть скафандры одевай, сколько ходишь, руки, ноги черные. От чего? От угля. Вам чем-то эти места нравится и как у вас планы отсюда переезжать или нет? Ой, вот прожили, жили на Украине до Чернобыля. Строили, построили, дом там покинули, потому что треба было уехать, детвора больна была. Нам треба было привезти детей на чистый воздух. Теперь это с вами робится. Опять 30 год жили, вроде строили, построили, сараи и все. Я уже создавала сюжет об этой теме, была на развалинах и увидела, как сегодня живут эти люди. Без слез на это смотреть просто невозможно. Именно они больше всего страдают от выбросов угольной пыли уже сегодня. Конечно, помимо жителей волны и тамани. Эти ребята одни из немногих, кто остался жить здесь после пожара. Уцелел всего лишь один двухэтажный дом. Всего в нем сейчас живут три семьи, 12 человек, а остальные 40 погорельцев сюда больше никогда не вернутся, потому что возвращаться некуда, все сгорело. Ребята ходят средь руин и постоянно вспоминают тот страшный день. Здесь, наверное, люди и живность держали у вас. Знаю, вот кто держал. Тут держали. Вон соседи держали. Вот это вот, где вот зелёстный забор держали. Эти, в куриль. Вот там вот жила моя тёта. Мы съехали, и оно еще горело. Большой тё был мой дядя, и он нас в кучку собрал. И туда отвел на поле, где нету пожара. И еще одной болью для местных жителей здесь стала перевалка угля. Результатом заседания стало то, что вопрос был взят на контроль совета. А незаконно пригнанная техника для забивки свай под заводы была вывезена. Также, вероятнее всего, от ЭКО предстоит переделывать проект химизаводов из-за найденных в нем нарушений. А также проводить новые общественные слушания. В связи с этим, Чистая Тамань направила заявление к прокурору Темрюкского района с требованием провести прокурорскую проверку по факту незаконных строительных работ. Несмотря на видимые успехи, пришли и новые трудности. 16 ноября в порту Тамань была запущена самая мощная в России линия погрузки угля. Церемония прошла дистанционно в Москве. В ней принял участие и наш губернатор Вениамин Кондратьев. Также там был и гендиректор АТЭКО Мишель Литвак. Но мы-то с вами знаем, что на сегодняшний день это развитие идет в ущерб нашей с вами экологии. За блестящей оберткой скрывают совсем не сладкую конфетку. Посмотрите, что происходит здесь в непосредственной близости от наших с вами домов, от берега моря, в котором мы купаемся. Как вы, жители Темрюкского района, можете позволить так унижать себя, позволяя строить на своих родных землях такие опасные предприятия? Именно с вашего молчаливого согласия вас каждый день умышленно вытравливают со своей земли. И здесь построят химзаводы. И сюда будут свозить мусор со всего Крыма, чтобы сжигать его. Что, вы не слышали про то, что Тамань помимо склада едохимикатов хотят превратить еще и в свалку крымского мусора? Да, совсем недавно нам открыли свои грандиозные планы, что на Тамане хотят построить мусоросжигающий завод. Но, как казалось бы, сжигать нам будет не наш мусор, там будут сжигать мусор из Крыма. Инвестор боится заходить на Крымский полуостров из-за санкций. И поэтому решил, а давайте-ка построим завод по сжиганию мусора в Краснодарском крае, на берегу двух морей, там, где виноградники, на Тамане. Во! Ну, что, друзья, сказать? Продолжайте тогда молчать, и тогда уже завтра вы будете вынуждены бежать, бросив свои дома, как это когда-то сделали жители поселка Чужка, либо Чернобыля. Чрезвычайные ситуации случаются, и никто от них не застрахован, поверьте. У нас новостная лента постоянно пестрит. Там авария, тут разлив нефти, тут погибли шахтеры в шахте. Ну, друзья, никто не застрахован от этого. Тем более, когда речь касается химических заводов. 1 декабря пройдет прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. И на 30 ноября уже было собрано более 8 тысяч обращений от местных жителей. Среди районов, которые активнее всего задают вопросы, есть в том числе и Темрюкский район. И мы с вами прекрасно понимаем, какая именно тема беспокоит тех, кто пишет туда. Да, у нашего района есть и другие проблемы. Но сейчас нас сплочает одна беда. Мы хотим не допустить строительство химических заводов на берегу Черного моря. Черт возьми, рядом Анапа. Это детская здравница, буквально 30 километров. Меня просто поражает, как можно построить в таком месте химические заводы. Тут, блин, крупнейшие винзаводы, вино пьет вся Россия. Как все молчат? Я не понимаю вообще, ну как можно молчать в такой ситуации? Как можно добровольно губить себя, свое будущее, будущее своих детей? Я вот этого не пойму никогда. Ну как своим же местным жителям может быть настолько безразлично? Я это не понимаю, почему люди со всей России, с Москвы, с Петербурга, с Сибири, с Дальнего Востока, все беспокоятся. Ну как у вас там с химическими заводами? Что у вас происходит? Почему местные жители сидят, семечки плюют им безразлично? То, что у них там под боком, не там, вернее, даже тут под боком собираются строить эти заводы. Мы переехали с Урала, и мы знаем, что такое плохая экология, когда твой дом окружает несколько заводов, когда нечем дышать. И мы приехали в этот благодатный край. Мы надеялись, что хоть здесь мы будем дышать свежим воздухом. Но вы понимаете, когда такое хотят построить, лично мою семью это очень тронуло, это очень задело. И это очень эмоционально, но вот тяжело сдерживать слезы, потому что понимаешь, что возможно, что придется уехать. Возможно, что придется бросить свой дом, потому что не хочется жить в таком месте, где тебя травят. И вот, казалось бы, ты нашел свой дом, и ты вынужден снова бежать. Собственно, я очень надеюсь, что именно завтра мы с вами из уст губернатора Краснодарского края узнаем, что именно думает администрация по поводу строительства и химических заводов. Друзья, делайте максимальные репосты этого видео. Распространяйте это видео в своих социальных сетях и мессенджерах. Делитесь с друзьями. Не бойтесь высказывать свое мнение. Чем больше людей узнает об этом, тем будет лучше. Открыто и смело заявляйте о нашей общей беде, которая постучала в наш дом. Всем спасибо. С вами была я, Сеня. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok